Дождь и ветер, и звезд ночной полет, меня белый перец в тревожную даль зовет. Привет, меня зовут Ранан Гершуни, и сегодня я приготовлю тайный рецепт. Дело в том, что тот, кому вы приготовите эту пасту, он ваш. Поэтому это оружие нужно использовать, знаете, так, с должной ответственностью. Паста с грибами. Я отправляю туда фарфалии, бабочки. На самом деле это может быть ивая паста, фитучини, спаги, все что угодно. Тем временем на сковородке сливочное масло, чтобы паста не слиплась, нужно ее помешивать. Конечно же, сливочное масло и обычные шампионы, достаточно крупно нарезаны. Есть способ нарезки шампионов вот такой вот, смотри. Удобно, они не туда не убегают, сначала отрезаешь одну половинку, одну часть, а потом ставишь на нее грибы. Есть еще способ нарезки шампионов, вот такой вот, это быстрый способ. Бабочки, не прилипайте. Думаю, что еще один гриб, нарезанный быстрым способом. Главное, что не надо их, кстати, резать такими тыненькими пластиночками, ни в коем случае. Грибы должны чувствоваться. Жарим, жарим, жарим. Поменьше огонь. Это рецепт настолько прост, настолько гениальный, что просто у него нет конкурентов. Грибочки, ненавижу грибочки, какие-то морковочки, грибы. Погариваются. И когда они становятся такими золотистыми, как вы видите здесь, вот такими. я еще немножко жду. Если их придержать на сковороде, они пропустят всю влагу и станут опять такими. Но это не наш случай. Как там бабочки. Вот это тот самый момент, когда мы добавляем сливки. Довольно много сливок. Это сливочный соус, я забыл сказать. Солим немного. Добавляем мой любимый мускатный орех. Вообще не знаю, говорил ли я, но мускатный орех особенно хорошо идет со всеми овощами, которые растут близко к земле. Или в земле. Мускатный орех любит картошку, морковь, все виды грибов. Может быть не все, а трюфели. Трюфели любят сами себя, простите. Все виды капусты. Цветная, брокколи. Они очень хорошо дружат в мускатном орехе. Немножко белого перца. Белого. Видите, соус загустевает. Я немножко пословее сделаю огонь. Бабочки должны быть аль дендо. Ну, как любая паста. Проверим ее на зуб, то есть аль дендо. Бабочки готовы. Пора познакомить их с грибным соусом. Упс. Знакомиться? Да. Эта паста, поверьте мне, это приворотное зелье. Моя жена думает, что она любит меня за то, что я такой хороший. На самом деле она любит меня за мою пасту. Сколько раз в неделю ты ее кормишь этой пастой? Сейчас уже редко. Но когда мы с ней познакомились, поверьте мне, это было ежедневно. Я еще немножечко подержу на сковороде, потому что соус еще чуть-чуть не выгорел. Поставил дендо, поэтому нет опасений, что она переварится. Звук. Звук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok